всем здравствуйте с вами я каролина sky сочи конфетка и сегодня мы поговорим о зимовке в сочи о том сколько мне постоянно задают вопросы где я живу про каркасные домики насколько мне комфортно почему я живу а именно в таком до домики моя ли это собственности ли арендованная как давно я тут живу в общем отвечу на все эти вопросы в этом видео хотела делать прямой эфир но к сожалению так получается что когда днем до провожу эфирчики очень много звонков до том числе важных по работе вечером бывает просто уже нет энергии решила записать видео а там уже возможно будут дополнительные вопросы которые я отвечу уже на прямом эфире и так я как раз сейчас нахожусь вот в таком милом каркасном домике внешне он выглядит может быть не тогда привлекательно раньше у меня тоже такие домики вызывали смех особенно когда я жила в другом городе в других городах родом я из латвии ну много где жила обучалась в москве на психолога также много времени провела на севере на камчатке я жила в турции жила какое-то время в кисловодске в общем я такая лягушка путешественница сочи мне больше всего вообще понравилось из всех мест не было жить да потому что естественно здесь более такой климат теплые но с каждым годом климат меняется так вот почему же мне все-таки нравится жить в каркасном домике конечно сибиряки и северяне и как наша семья которая долго тоже прожила на севере когда приезжают такие домики вызывает смех ха 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 вот эти вот как кури ножки да кто-то писал свои в любом случае я сразу скажу что я никому не позволю так смеяться над своим жильем и своей жизнью я понимаю что может быть она где-то и у меня присутствует юмор на этот счет но все же прошу уважения до к тому что я показываю то есть можно же по-разному да тоже поюморить а некоторые морят очень злостно у меня нет никаких совершенно стеснений на на этот счет скажем вот такой вот домик до в которой мы нахожусь стоит около 6 миллионов и здесь не так много квадратуры если по описанию где-то 42 квадрата есть еще на втором этаже веранда многие кто смотрят обзоры видят на втором этаже да там открытая веранда но опять же минус из того что там на этой веранде у нас часто дожди зимы как правило дождь и дождь и дождь вред в редком случае так как это недалеко от красной поляны находится краснополянская трасса да тут буквально ехать там минут 20 то соответственно даже меньше наверное снег бывает что здесь может выпасть но это даже скажем такой шик если несколько дней выпадет снег и можно его понаблюдать потому что минус бывает редко но чудо пару недел недель был прям минус минус в основном конечно плюс январь как правило он может быть разные плюс 15 плюс 18 февраль у нас сейчас вот температура где-то среднем плюс 8 плюс 7 где-то бывает и плюс 15 и в каждом районе сочи адлера да то есть черного моря скажем так температура может быть разная в сочи возможно сейчас и побольше да то есть если здесь плюс 8 спокойно там может быть там плюс 12 это нормально зависимости где там южнее севернее горам от гор находится место так вот почему именно я советую если вы хотите или кто-то собирается до покупать строить дом в сочи именно такого плана до строить дом на сваях многие не знают что в сочи почва очень много есть таких места как посмотрите тоже видео у меня нет и еще в тот период только-только приехала еще обзоры не снимал но здесь на ю тубе ногам и сергея поле когда дома там поехали есть оползневые места их достаточно много и естественно если бы это стоял на своих это конечно тоже такой вопрос и но это было бы все равно безопаснее конечно же даже когда вы будете все эти сваи до вкручивать это тоже нужно брать анализ почвы геодезистов вызывать ну то есть много всего нужно делать но все же я считаю что это безопаснее первое да когда бывает если участок ровный что это уже не сильно советую если немножко наклон те дожди те бури которые у нас в принципе бывает каждый год особенно зимой да что может вот лить и лить и лить две недели почему показывают да такие наводнения то есть там где относительно ровно вся эта вода она может просто спокойно там весь первый этаж залить и люди у меня были такие которые рассказывали дай бог как говорится не утонуть даже так они говорили да у них там первая линия гостиницы ну когда-то это были так сказать просто они покупали себе участок земли ну и соответственно это безопасность это экономия денег это не севера до где нужно эти фундаменты заливать хотя ничего не говорю многие заливают и ждут это время это дорого возможно в каких-то местах это и подойдет опять же почему каркасные домики да то есть каркасные домика для сочи идеально подходит внешне получается набивается этим сайдингом да если правильно говорю материал такой подметал внутри так сказать евровагонка разных цветов но есть имитации разные имитации бруса и прочего для нашего климата идеально подходит я конечно всегда мечтала о деревянном доме но здесь все таки это не подходит сколько я уже консультировалась у специалистов и профессионалов они говорят что да вы будете вы построить его дешевле да там сибирская сосна допустим много чего привозят и этом из краснодара можно много чего привезти там везут и оттуда как правило привозят сочи и уже здесь дешевле строит но смысл в том что для нашего климата так как дожди дожди влажность но рассыхается разлезается это дерево потом щели трещины бывает и землетрясения тоже иногда здесь но об этом не говорят не пишут но все же почва тоже почва едет ветра и так далее но в общем дерево не подойдет даже скажу что этот дом добывая дверь то я не могла выйти как в эвакуации то не могла зайти то есть все равно внутри дерева она где-то рассыхает но не в этом дело то есть у нас нет таких больших морозов и нет смысла строить какие-то прямо такие глобальные дома второй момент о котором это уже наверное кому интересно на личной консультации даже больше расскажу такая некая информация об этом конечно много говорят но старается чтобы не пугать людей и сильно об этом и не говорит довольно сейчас много мест скажем наверное даже процентов 90 районов до которых бы не стоило было брать которые вполне официально потом эти участки земли будут изымать так как сейчас идет большой раздел передел особенно района сириус но я на эту тему не буду до много сильно говорит кому нужна будет консультация я также подбираю недвижимость так как я психолог энергопрактика регрессолог есть родовой дар я еще смотрю с точки зрения энергетики насколько это будет вам подходить этот так сказать участок дом и прочие разные корректировки провожу то моя основная такая деятельность также хожу по местам сила провожу медитации практики таким образом этот дом у меня в долгосрочной аренде а это именно что на месяц сюда нельзя заехать то есть тут минимум от полгода заключаешь договор и проплачиваешь соответственно помимо основных доплат проплачиваешь еще плюс плюс полгода плюс вот этот месяц да если вдруг что-то ты там сломал и прочее прочее да я хочу сказать что в моем понимании все таки это очень дорого такие домики стоят у меня когда рту квадратура вот такая вот а у людей хотя знаете в объявлениях и так скажу когда раньше они были да сейчас среди своих как правило писали что это там чуть ли не 120 квадратов но по факту такого нет тут получается кухня она же зал и небольшая комнатка и ценник я вам скажу где наверное квадратов 60 по факту да то есть можно понятно балкон этот посчитать там допустим большие домики есть там два балкона у меня одна терраса там две террасы еще на втором этаже там большое пространство ну как бы то классно для большой компании такие домики стоят 85000 ну там цены меняются варьируются так как я заехала уже давно я заезжала зимой но в общем не попросили не разглашать у меня это стоит дешевле но у меня и домик меньше а есть люди которые живут у нас напротив как вы видели трейлер да то есть там ценник но относительно не сильно дорогой как скажем в сочи квартира до квартиру можно снять есть домики совсем маленькие одноэтажные они тоже немножко дешевле но каждый раз цены повышаются это коттеджный поселок соответственно тут еще несколько коттеджных поселков которые тоже построили и как правило люди сюда заезжают айтишники очень много те которые работают на дому поскольку есть тут свои плюсы и минусы дорога тут по меркам сочи довольно ужасная да но в то же время не скажу что она вся ужасно то есть есть некоторые места водители сюда на такси не хотят ехать ну они приезжают конечно ну я выслушаю каждый раз почему вас такая дорога почему так все ужасно 5 10 то есть вот в таком плане тут есть система умный дом которая но выглядит это так то есть наверху такие как лампы до которые в каждой комнате у меня всего то получается кухня и комната и еще есть туалет и ванна что для меня самое важное тоже было показатель в других домах там говорят душ уже не стали не с ваннами заморачиваться то есть я могу регулировать до тридцатки но соответственно это электричество до которой лампы плюс в том что очень быстро нагревается минус том что как вы видели где-то на видео хожу носках потому что пол все равно ледяной хоть тут и нет никаких там щелей до каких-то окна хорошо стоят но все же как бы если сидишь вот здесь вот лампа данной головой если сильно включая что начинается очень такое давление на голову голова болит и я регулирую так то есть я ставлю больше потом я ставлю меньше когда нагревается вообще выключая как правило спальня она как-то холоднее да то есть и соответственно где-то прогревая потом выключая по свету может быть сумма разная как правило если хорошо пользоваться это может быть и 6 и 10 тысяч и так далее так как я например не сижу на месте я живу на два города в лазаревском где мне тоже есть скажем имущество и родители тоже них и дом да там ребенок у меня там и родителя то есть я живу и тут и там изначально мы приехали жили все в адлере тоже был дом были квартиры но это уже отдельная тема но тут опять же да есть свои плюсы и свои минусы у меня конкретно да так как по этому дома было очень много вопросов а как а что почему тут эти дома не продаются я знаю что где-то в районе у нас продаются и дома и участки но я не буду делать антирекламу к тому что дома классно мне нравится но зоны которые сейчас вот у нас тут у пойдет под сириус не пойдет тут ну так там такой намек что нужно очень хорошо подумать и посмотреть и пока даже никто не даст гарантии да то есть не получится ли так что это зона сириуса где будут строить крутые гостиницы и тут могут вполне официально сказать эти на кубань есть такая информация да ну это так то есть в аренду это идеальный вариант снимать свое время я тут искала участки но когда ты уже приходишь с деньгами на сделку говорят что это не собственность это либо аренда либо ты в доле либо еще что то есть и собственность но я говорю что очень такое довольно тут и сейчас пока покупок в адлере лучше лучше воздержаться потому что никто не знает никто реально не знают не риэлтора не люди чем это все закончится поэтому наверное все таки аренда оптимальна чем плюс для меня я здесь могу спокойно работать да потому что у меня отдельный домик летом конечно когда много народу к нашему кто постоянно живет и приезжает гости бывает что тут и музыка орет на общем-то домик шумоизоляция неплохая все равно это от города хоть до допустим тоже меретинки до адлера совхоза россии ехать где-то километров семь да ну смотря тут четыре дороги довольно быстро близко да и так далее море близко рядом у нас тут сочинский национальный парк но это так и называется любой лес да фактически есть национальный парк здесь классно гулять там собаками на территории у нас собак как таковых не разрешают выгуливать в то же время прибегает собаки вот соседи даст других районов но здесь рядом которые так сказать частный сектор он выше и соответственно они съедают все у кошек я кошек тут взяла данное свое попечительство я приехала не уже тут были всех стерилизовала плохую глистую и так далее но я думаю что если буду переезжать тоже будут с собой тащить а пока классно но естественно у нас повышается даже те кто постоянно живет потихонечку идет повышение аренды до рядом они тоже отстраивают прекрасный райончик из плюсов у нас у нас на территории из бассейн здесь таких несколько коттеджных поселков но есть допустим коттеджный поселок где этом 4 дома стоит и езди 6 домов стоит есть в каких-то я была гуляла это не запрещено да так как я здесь живу у нас есть свой чат а есть поселки ну так называем которых там мало домов но есть как не сказали там поселки которых еще мало людей живет но в целом то есть тут разная да такая система сейчас я так понимаю что все равно все заселились да так был такой период когда еще как-то только все узнавалось но в принципе по сочи такие домики есть они есть районе районе орел изумруд но кто-то скажет для кого-то это скажу понятно классно копейки но еще раз говорю никто не сдаст как мне постоянно задают вопрос если вы там на неделю на месяц захотите приехать как правило это сдается уже для постоянного места жительства еще смотрят на людей да то есть чтобы были адекватные так далее то есть разное бывает приезжают абсолютно свет клином не сошелся да на этих домиках просто у меня много прям вопросов задают я рассказываю у меня так сложилось из-за того что у меня кошки собаки да то есть я искала дом до в адлере чтобы он был новый чтобы она в общем соответствовал моим требованиям и в общем то я нашла такой вариант а есть варианты которые сдаются до лета мне они не подходили есть гораздо дешевле этот вариант постоянно чем плюс я могу не закрывать дом я знаю что тут стоят камеры я знаю что в общем то до забора у нас тут безопасно да то есть солнце в лицо светит и в этом конечно очень классно естественно я тут не буду всю жизнь жить хотя я уже прикипела к этому месту мне нравится этот вокруг все цветами да наверное я единственного кого столько цветов но люди на меня смотрят город вы наверное садовод можно во что-то купить можно что-то взять и говорю нет я это делаю для себя плюс том что тут можно спокойно работать ничего не отвлекает минус что магазинов тут рядом нет относительно нет ну скажем так есть местный магазин где-то он километре находится есть также магазины которые тоже где-то двух километрах находятся остановка тоже километр полтора школа километра 4 вроде бы близко но знаете туда в гору выходишь за поселок там уже будут какие-то бродячие люди собаки ну как есть договоры то есть всякие разные всякие разные люди что какие-то стройки дорога где-то там нет асфальта говорят раньше его вообще не было ну кстати когда я смотрел себе участок в этом районе солнце прям лицо светит вот таким вот образом что еще сказать а мне нравится что тут все из дерева пахнет деревом внутри да то есть стол из дерева стол из дерева все-все-все тут встроенная мебель и правда не то что опять же танки рекламу как есть да то есть был шкафчик который мне летел на голову если бы я как-то интуитивно не почувствовала не отсел он бы меня убил насмерть почему-то он держался на каких-то креплениях то есть с одной стороны все очень красиво сделано с другой стороны есть детали до которая в общем-то вызывает сомнение то есть опять же сосед рассказывал что на его какую-то музыкальную технику чуть не упал это лампа но это уже я не знаю кто это делает возможно это там они начинали эти домики как-то вот не проследили ли что там солнце прям так светит не знаю как и сесть вот таким вот образом что еще выезжать отсюда те кто на машинах они конечно тоже да немножечко так сказать да возмущается что дорога там плохая ну потому что где-то около километра дорога вот такая вот кусок асфальта ту какая-то яма то какое-то что-то потому что постоянно идет застройка смотришь мне говорят наверное там что-то они нельзя пять этажей как так я говорю было одноэтажный домик вас несли другую потом снова другой не знаю может хозяева менять здесь участки продаются за сотку по моему то ли уже сейчас вот до двух миллионов если не больше перешло так как это уже район такой к сириусу относится но я говорю тут нужно очень осторожным подумать если вам просто не жалко выбросить деньги потом не факт да что тут вообще что-то останется ну как бы да можно все-таки лучше немножко подальше от адлера но это так говорю смотреть но тут уже каждый сам решает можно сказать что я там придумываю фантазирует об этом естественно никто не говорит но эту информацию многие знают и кто уже купил старается продать на каждом шагу тут продам продам поэтому если вы захотите в этом районе что-то покупать найти не вопрос единственно что 90 процентов все таки без документов до конца там или того нет или сегодня нет или дом не прописан или еще что-то там нет разрешения либо все хорошо но тоже нет гарантии того что солнце нет гарантии того попробуй сейчас свет выключите что потом все это не поменяется так ну-ка если вообще выключить сейчас получше солнышко садится но опять же давайте плюсом да но я как есть рассказываю говорить что прям только тот который с розовые слоны такого нет из плюсов принципе я договорилась хорошие добрые люди директора магазина вот этих коттеджных поселков если надо то есть я могу заказывать еду так как я много заказываю могут принести принести привезти на дом да есть конечно естественно наценка то будет дороже стоить в принципе можно съездить на такси хоть она и ругается но приезжает какие-то продукты закупить тут есть холодильник есть плитка сразу если кто-то в такой дом заселится нужно все проверять потому что что-то где-то может какая-то будет поломка трещина чтобы потом не сказали что это вы сломали но для этого оставляешь депозит на самом деле очень такие все лояльные да и в целом мне нравится всегда можно я не скрываю никогда с ними что-то ломается тот же шкафчик я просто попросила что выставила его на улицу единственное его на месяц забирали гору я не хочу чтобы не вы вкручивали я получила стресс шок реально чуть не убила и этот шкафчик просто забрали и в общем то не вот книги лежат на полке для обуви но ничего страшного зато безопаснее что еще тут сказать ну конечно вот эта близость моим любимым райончиком совхоз совхоз россия интернет тут с перепадами поэтому анти айтишники немножко плачет но так как у меня все-таки работа такая разная да то есть камней на консультацию так я все-таки работаю как есть картами таро да помимо психология то есть у меня разные практики медитация ко мне люди и так приезжают им в общем то все равно куда приезжать до когда ты специалист это неважно онлайн и тоже работаю но когда летом до начинает шумгам все-таки по сравнению со всем адлером и сочи здесь как-то все равно дожить можно из минусов на кухне нет кондиционера скажем так если грубо говорить я бы уже тут не выжила я купила свой кондиционер которая в окно вывела трубу уже так сделала там пакетами заклеила на зиму я его убираю в спальне есть кондиционер который дует в лицо это не очень конечно классно ну так вот там классная кровать все из дерева что еще нравится что тебя никто не беспокоит никто не проверяет не дергает то есть без проблем можно тут жить и большую компанию большой семьей у нас соседи например у них в два раза меньше домик да и там дети семья то есть они вообще-то муж спит в палатке да там наверху жена с детьми внизу честно говоря не понимаю это для чего снимать домик да если у меня как бы место мало я туда я заходила смотрела тут домик там вообще заходишь и сразу вот в кровать да можно заходишь но видимо тоже им нравится то что природа то что отдельно ну да есть свои плюсы опять же на новый год тут детей это поздравляли то есть такое небольшое комьюнити где-то напоминает наверное если как вот клубали далеки ты где-то что-то есть какие-то такие вот намного наверное таких коттеджных поселков с одной стороны никто никого не трогает хотя иногда смотрят что тут кто-то котлеты стал продавать да девочка какая-то иногда бывает то нибудь тебе тут постучится дай за этот у тебя есть зарядку тебя есть то у тебя и все но мне не жалко но когда ты какие-то дела делаешь иногда это даже раздражает но с другой стороны в принципе можно и попросить у кого-то не факт что тебе что-то дадут если есть дадут без проблем конечно если там люди в настрое многие осмотрю делать так то есть они сюда приезжают годами живут потом они уезжают свой родной город вместо них приезжают их родственники живут допустим летом либо и так понимаю что если честно это даже не родственники они как-то вот другим да как-то сдают в основном тут уже люди давно живут где-то наверное нет 67 да все это существует может чуть не сказали где-то около того есть люди которые тут изначально живут есть которые не вывозят всю эту квартплату да скажем так кто-то не вывозит интернет потому что довольно часто тут что-то меняется что-то строят что-то все нет и нет интернета нет и нет у меня было одно время что прям тоже ну вот с этим конечно минус но плюс я говорю то что пространство хотя это и минус да не огорожено забором вся территория ты можешь ходить под домами других я лично собачками так гуляла но мне было делали замечание хотя не гуляла возле домов я гуляла дальше то мне говорят что ты тут ходишь и грунта кто такая конфессия что можно ходить везде но когда ко мне да прямо на порог собакой приходили и пытались так сказать странные немножко люди допустим с породистой собакой приходили я говорю но это для кошек я почему-то на такси да то есть мне несложно привозить мешки корма что бездомных кошек до кормить то есть они приходят или экономят на еде то есть кормят своих собак чужую еду такие вот моменты они конечно раздражают потом вот эти собаки которые забегают сверху то есть у них есть хозяева открывается ворота вот такие умных это тут есть разные щели они пробегая тоже тут все съедает кошек жалко конечно что они хотят поймать такие на местные моменты я передвигаюсь на такси хотя мне есть права честно говоря в сочи постоянно везде там парковку там нельзя там эвакуаторы там сам и я пока вот как-то вот ограничиваясь не так удобно хотя может когда-нибудь опять снова я буду ездить бывают такие инциденты когда рассыпает то есть на пороге оставляют мусор его там собаки или кошки ли кто еноты у нас тут рассыпает и потом все делает вид что их это не касается что они вообще не в курсе как-то было такое что у меня тут не было месяц но естественно все равно все плачу вывалили кучу мусора все делали вид что ничего не произошло уже потом все таки даже соседи заступились да а я даже не видела то есть этом в чат не заходила я говорю это не мой мусора говорю можно было бы меня обвинить если бы я еще здесь была я свой мусор вывожу на помойке покупая дорогие мешки таксисты некоторым что недовольным так как у меня все качественно упаковано километры где-то помойка раньше ходила сама выносила но пожарить тяжело таскать помойку по холоду но относительно кто-то скажет плюс восемь какой холод тоже это не делаю то есть уже поеду запакую вывезу такие моменты есть потом бывает приезжают гости как например у нас например у домика мой да и рядом соседний дом есть когда отдельные дома но я уже говорил какие там ценники это кстати самые дешевые есть например там на бананово еще где-то там коттеджи где от 150 тысяч стоимость но там чуть они побольше немножко другой конфигерация и так далее ну и вот приехали как-то тут другие люди жили жили они так довольно не скажу что долго на полгода по моему они жили куда-то они там приехали не знаю но и в общем вроде такие веселые позитивные мы такие мы такие но я уже не первый раз да с таким спрашивают такие в итоге они пожарили шашлыки не знаю что они там раздевались переодевались свои трусы покидали в салат там видимо они пили перевернули тут же салфетки руки вытирали в общем все свинство которое в россии да везде остается когда ты едешь на природу было вот так вот просто на всей вот этой мангальной зоне я написала позвонил администратору говорю либо вы тогда убирайте да потому что я если что-то жарила убирала за собой то есть соответственно было извините за страна все просто и запах такой стоял и уже какой-то жара была то есть вот здесь вот минус огромный да когда ты живешь и такой комьюнити внешне выглядит все помпезное вроде все таки состоятельные люди по-разному тут есть и кто тоже так вот в основном семьями есть кто например там девушка или мужчина тоже может одинокий жить один мужчина жил тут длительное время он там девушек разных до приглашала то на то другая внизу у нас там какой-то товарищ не знаю вроде он тоже живет но сейчас вот не слышно как он говорит выходные это мой праздник то есть он врубал музыку на все до меня едва доносилась а рядом там конечно видимо было весело но и как они говорят что им было весело тоже то есть вот такие минусы есть я бы предпочла конечно отдельный участок с забором чтобы никто мне как говорится чтобы не валил да так на мангальную зону она считается общая в принципе там на два на три дома но за собой надо убирать но люди это не понимает и тотально с этим встречаешься например бассейн до которой у нас тоже для нашего поселка и соседние приходят у них нет бассейн тут два всего 4 поселка сейчас 5 2 бассейна соответственно тоже да то есть хочется послушать пение птиц релакс и было такое что приехали тем кто живут в гости в общем они врубили с собой пришли с какими-то колонками хоть там написано нельзя выпивать нельзя там животных пили ну вот вы отдыхали то есть все это орала одни одну музыку другие другую музыку то есть вот того единения да это гармония которая как бы я мечтала такого нет а бывает конечно моменты в начале бассейн в этом году только в том вернее открылся все тоже думали что будет такой наплыв но как-то было более-менее да то есть утра одни и чуть позже другие не все такие конечно есть люди очень гармоничные спокойно которые тоже пришли поплавали и ушли кто-то загорает тут еще как-то по-разному некоторые тут сдруживается и вместе пьют но я честно говоря особо ни с кем не дружу могу там редкий случай попросить полить цветы это как оказалось что многим это не сильно нравится да когда тебя о чем-то просишь поэтому я стараюсь уже ну как есть так и есть да там если уехала либо я была там огромной кастрюле каши до окошком варила она конечно пропадала потом просто насыпала корма корма прибегали съедали собаки как бы кажется мелочи кто не любит животных они вообще скажут да зачем но еще раз говорю они здесь были это не мои кошки да то есть я приехала мне говорят не размножать кошек и говорю ничего что я вообще без животных до приехала кого тут буду размножать и я поняла что вот кто кто если не я никто их кормить не будет уединение до единственно конечно вот этот плюс за что ну не считая соседей что тут можно вот все-таки заниматься собой да там свои свои работы но опять же когда например вот летом до тот период когда я не очень сильно люблю начинают косить траву я два раза отравилась фактически было при смерти то есть вот эти выхлопы настолько сильно шли я не стал ничего говорить потому что не сразу поняла что от этого то есть я открыл окно было жарко хотя нас было закрыть наверное и стали косить косить и вот этой косилкой то есть вот такие были моменты что еще ну мне нравится еще раз то что я люблю совхоз россия да и тут у нас тоже был в этом сельсовете дом да и в общем то все для меня близко на блиновая иногда езжу на тренировки да на такси также что тут говорить что касаемо магазинов магазины как я обратила внимание конечно хорошие и дешевые допустим в орел изумруде потом ближе к абхазии то есть там если рынок и магазин и то есть там классно ну а тот плюс что тебя никто не дергай да то есть новый дом можно животными там с детьми заезжать что здесь в общем то не везде можно ну и соответственно что еще бывает играю на чашах но летом я говорю начинает что-то пилить сверлить какая-то музыка тоже как бы не не супер то также конечно кто-то скажет там мелочи то то есть ванны далеко не везде есть я подумывала тоже о постройке такого домика но казалось что хоть некоторые тут хохочет да то есть так по злому хохочет я имею ввиду что такой домик построит а кто-то скажет а я там за сто тысяч построю я вам честно скажу я тоже так раньше думала до когда я приехала с севера не построить его за сто тысяч такой домик да потому что во первых материалы дорогие плюс вот это все нужно тоже там разрешение на строительство 5 10 даже если вы строитель все равно это не будет дешево конечно это не будет таких денег кто-то дешевле строит но по практике оказывается по-другому у меня есть так сказать да а жилье в лазаревском но здесь у меня ну что говорит тоже есть работа есть люди которые сюда приходят возможно я потом буду всех перетягивать уже лазаревская но опять же здесь есть мои любимые рестораны из любимые места что касаемо летом да то есть если сейчас доехать до того же совхоз россии это по-разному могут там 300 рублей 500 рублей до среднем котенок пришел стоить то соответственно летом да может быть доходить до 1000 то есть там видимо и рейтинги так далее такси поэтому лето период когда не очень все любят соответственно цены в магазинах которые то же самое да там неважно даже пачка пельмени которая стоит одну цену и фрукты они летом стоят намного дороже то есть начинается под туристов да все под подделываться а также аренда да то есть она летом естественно становится больше потому что тут бассейн работает потому что лето это лето но радует опять же да то что ты живешь себе и тебя никто не выгонит пока ты сам отсюда не сходишь до из минусов опять же соседи могут заехать разные и все-таки слышимость да а дом там 10 сантиметров нет два домика вместе с соприкасаются слышимость может быть очень такая весьма хорошая у меня слава богу спокойно соседи до этого были конечно не очень спокойно и которые говорю свинячили и там было такое что спишь спишь то они там ругается то ребенок орёт и еще что-то это было не прикольно хотя бывает и хуже бывает хуже разные варианты про зимовку что хочу сказать да то есть чем тут заниматься а заниматься тут в принципе чем можно ходить в баню смотреть кино да просто в принципе вот в лазаревском все одежду тепло оставила до сильно вдоль моря ходить конечно холодно ледяной ветер дует и для кого-то плюс 8 вау так тепло но ветер очень холодный и сказать что ты будешь футболки как у нас тут соседи приехали не знаю это не африка то сейчас вечером будет плюс четыре да там уже к вечеру то есть температура вот скачет иногда очень сильно голова может болеть кстати самый жаркий месяц август это вообще конечно под сороковку тяжело кондиционер работает но состояние такое что ты думаешь даже до моря не доедешь ну а в целом что опять же с плюсов зимой можно спокойно работать знаю что нет такой погоды вся зима может быть такая что будет лить дождь то есть может две недели лить дождь может три недели лить дождь и такое может быть не все жилье одинаково хорошая да вот такой каркасная таким домиком довольно но опять же допустим если брать вот эти углы до домика они плесневеют но как есть так и говорю да и я-то никому не жаловалась я просто брала там ферри и всякие средства брызгала мыло и сушила люди я видела в чате писали о том что плесень задыхается плохо но это естественно плохо потому что видимо стыки как-то не знаю что они там не промазали ли еще что-то от пола хоть вроде бы я не вижу никаких щелей но идет прям холод то есть я хожу в шерстяных носках мне ноги прям холодеют то что дорого электричество одно но с другой стороны ты его можешь включить выключить это классно место в моем понимании все равно тут не очень много для меня одно еще как-то может хватать но так как у меня тут и свечи и книги и много всего то есть все равно маловато место я бы все-таки еще какие-то шкафы добавила хотя сейчас они строят и так думаю уже какие-то шкафы добавляют но в целом очень хорошие хозяева они не трогают они не дергают и то есть живешь себе доживешь я бы сказала так что если вам само место до нравится что рядом лес но опять же не каждый пойдет в лес сейчас вот там грязь до в этом лесу то не сильно захочет опять же из минусов до выбираться плохой дороге что вверх что вниз эта дорога проезжаешь огромное кладбище до которое лицезреть не очень приятно но где-то километр-полтора там будут куча магазинов когда первый раз я в этот район ехала 6 назад я искала тут себе участок я ездила параллельно да там по улице чуть выше там было такой серпантин и меня так жутко тошнило я думаю боже мой чтобы я еще когда-то сюда приехала а тут оказывается уже к этому привыкаешь там поверх уходят автобусы да и в общем то это нормально раньше как говорят тут везде была деревня ну сочи большая деревня сейчас вот делают всякие там элитные дома по-разному всегда нужно на что обращать внимание если вы въезжаете в такой дом но первое чтобы не было такого да как я квартиры снимала например свое время было что могут хозяева приходить без вас это нормальная практика даже какие-то было что у хозяйка была там шизофреничка она говорила что я увидела что там у тебя пропали пельмени я их просто взяла типа выбросила там забрала вместо пельмени еще что-то на там положила что-то она там в общем как вот марафет наводила есть такие люди есть была одна тоже дама которая даже газом попыталась нас с ребенком травить и это было вообще ужас и и такие бывают исключал как-то газ и он шел в окно и в общем тоже оттуда убежали это давно было люди тут некоторые странные да весьма есть конечно доброжелательно касаемо что этого района поселка я говорю наверное я уже привыкла то что тут спокойненько я захожу в свой дом и действительно чувствую что это моя крепость хоть это и не мой да скажем дом при желании говорю что можно такой дом купить но гарантия того что будет все хорошо потому что сейчас еще раз посмотрите да почитайте сами информацию может быть что-то найдете либо там консультацию возьмете что очень все шатковалка я видела а в продаже аналогичные дома в аналогичном районе но вот как там что-то непонятно по документам точно не могу сказать потому что пишут какие-то нюансы еще что-то не знаю может быть там это долгосрочная аренда мне кстати предлагали тут можно спокойно вот такой дом построить на чужой земле такое предлог представляете то есть ты платишь да там пять-шесть миллионов на чужой земле тебе там делают аренду не знает 10 тысяч в месяц а потом говорят слушая я поднимаю аренду но плюс того что мне сказали то домик можно собрать и увезти в другое место поставить но опять же другие специалисты говорят и вот а можно теоретически собрать как я жила когда на севере было мне огромный такой вот шкаф стеллаж на всю комнату и два раза переезжала мне сказали третьего переезда шкаф не перенесет хоть он очень дорогой очень красивый был но также здесь я думаю возможно конечно и можно перевозить но вот эти вот все стыки да это что же такое дело где-то рассохнется в общем плюс конечно дом из дерева это классно насчет вот террасы на втором этаже не функционально то есть когда летом жара то есть как на сковороде яичница ты печешься невозможно да опять же если это дому сзади до соседей то есть они там что-то там свои смотрят слушают не могу сказать что прям сильно что громко но даже я вешала шторы до от них но чтобы у каждого свое пространство все равно не очень это комфортно когда вот они вот этой рядом с ними до тех кто отдельные домики вроде бы ничего но жару ничего ты не сделаешь зимой довольно прохладно но можно пойти попить чай одеть халат или теплую куртку потому что еще раз говорю то есть холодный ветер это холодный ветер конечно скоро буквально там две недели у нас будет уже там плюс 15 и тут само по себе климат а если вы собрались до строить дом или участок покупать еще раз говорю первое можете ко мне обратиться я подбираю по энергетике по безопасности района и так далее второе всегда нужно смотреть чтобы рядом не было кладбище такое может быть чтобы рядом не было еще чего-нибудь каких-нибудь там гаражи да тоже это не сильно да хорошо чтобы рядом не строили там 20-этажный дом хотя сейчас уже где-то и не строить это не разрешает вообще строить а люди строят ну то есть много всяких но иногда как они будут говорить о том купили участок что с все подписали договоры свет уже вот-вот подключат и я знаю такие участки которые уже там пять лет прошло даже когда я узнавал до сих пор их подключают то есть это невозможно есть места конечно где-то можно сделать но не забывайте что здесь все конечно намного дороже сейчас чтоб купить участок это не знаю если в этом районе допустим не продавала да тут знакомая сколько у нее пять соток 15 миллионов вот пожалуйста да то есть ничего особенного такой вот так склон земля документы в порядке но я говорю что это будет через два-три года то есть опять же не получится ли так что скажете все на кубани такой может такие цены как правило они пишут цену за сотки до когда пишут там 23 миллиона есть конечно другие районы где за участок продают но это тоже бывает фейк бывает что нужно смотреть это место потому что я например для людей для кто мне просился изучала там для себя даже что-то на перспективу и по факту едешь кажется такое место прекрасно когда ты едешь вроде бы вначале асфальтированная дорога километров 10 до например от какого-то района образно потом едешь еще километров 10 идет дорога просвелочная потом еще километров 5 идут какие-то ямы речки болота и потом где-то там через что-то как сказки да там где-то там по тропинке через склон есть какой-то вот участок как мне предлагали три сотки а ценник там извините да там четыре с копейками то это где-то вот там да там миллиона и на трех сотках сейчас законы меняется и нельзя достроить ничего хотя некоторые говорят да все нормально все будет классно поэтому друзья очень и очень много тонкости я все же вы напишите ваше мнение да я все же скажу что для меня на данный момент этот вариант оптимальный потому что мы снимали да в свое время когда не было своего дома снимали дом да когда например над нами были соседи и мы то есть вот такой дом да как гаражного типа можно назвать сад был опять же да один на двоих но как бы мы там разделили территорию все убрали было куча помойки куча всего как это бывает часто потом все о тут же не было помойки оказывается так и по-разному бывает что могут хозяева там ходить днем и ночью в основном животными с детьми почему это в одну категорию потому что и с детьми не сильно прельщает до 12 лет да как правило ребенок как говорят можно обоих не дай бог нарисовать и животных и также если вы не работаете да как нам одна женщина даже не одна говорила очень плохо что вы не работаете значит вы будете сидеть дома стены как говорится диван просиживать да то есть одно дело что вы сняли квартиру и постоянно на работе и вы это помещение как говорится не не занимаете они физически энергетически не ждете свет газ который ты там платишь да например а тут еще вот так такое встречал очень много шизофреничных людей реально ну в целом радует то что я знаю я приехала я закрыла дом я уехала все то есть все мое все на месте но единственное все таки надо выключать электричество для безопасности потому что вот этот теплый дом как сосед рассказывал она просто свалилась и на его дорогую вот эту вот музыкальную технику чуть там не сгорел ну ты всего слов у меня как бы все в порядке кроме того что полка чуть не убил остальное в общем-то все нормально мне конечно был шок дикий шок я не ожидала а так я наоборот людям рекомендую да если когда-то тут один дом освобождается тут целая такая очередь потому что другие дома они как бы есть тоже ничего не скажу очень классная но бывает такое что там люди надолго хотят заселиться это может быть такое что там вы заедете скажу да на целый год а потом мая вам скажут все приехали родня сын дочь так часто говорят или просто без объяснения все до свидания вы метаетесь такое может быть имейте ввиду что летом любой дом квартира соответственно это будет дискотека по-другому это не назовешь постоянно пьянки гулянки тусовки и здесь даже этом сколько пыталась на чашах медитации до провожу то есть даже те же рабочие делаешь им замечание бесполезно не тут что-то пилят эту траву косят музыку врубят на на всю катушку да и бесполезно это конечно вот минус но я буду все-таки по итогу стремится уже к своему какому-то уголку хотя летом это вряд ли ты спрячешься то есть это нужно жить не на курорте не в сочи неважно какой из районов у нас тут кто не знает черное море да то есть идут вот так вот можно сказать городки и это все считается фактически там большим сочи но есть районы которые там допустим к лазаревскому район из которых хостинскому району принадлежат кадлер скому району но в целом это все кто не знает называет сочи когда я тут не была тоже да то есть это может быть что угодно там вардоне лазаревска так далее то есть называют сочи но местная для них сочи это сочи а если что-то за сочи то это уже не сучь как наверное про москву говорят да что все что за там к дам это не москва и прочее там ну я уже москве давно не было хотя там обучалась там вообще все поменялось но опять же давайте поговорим все таки про плюсы чистый свежий воздух в целом сочи я так скажу то есть не обязательно прям этом районе брать но здесь вот да как выше в горах а потом что еще плюс или минус постоянно хочется есть это наша вся семья заметила потому что как говорят вот эти вот запах растения то есть кислорода многое прям такой аппетит зверски появляется конечно же свежие овощи фрукты недорогие цены по сравнению например кто приезжал с севера кто приезжал там сибири но они не знаю говорят что дешевле конечно некоторые наоборот пишут его что у вас тут такой ценник я не говорю про отеля я не говорю про пляжную линию я говорю если вы тут живете да то есть вы уже знаете магазины какие то есть тут и экономные всякие магазины прочие там экономные аптеки это да но в целом если все это в кучу до видео делать что тут какие тут работы мужчины 99 процентов работают в такси но кто-то конечно идет там барменом работать официантом ничего не говорю кто-то там открывается в магазину это уже то есть по всякому бывает можно открыть и получится не получится так далее женщины по-разному работают кто-то идет горничным кто-то идет продавцами кто-то снимает там тоже какие-то бутики там работают зарплаты сразу скажу не большая тесто не большие то есть например недавно мне предлагали да там магазин так как я занимаюсь эзотерикой смена полторы тысячи это типа классно да где-то просто могут сказать там там ты работаешь да там два через два или еще как-то или даже каждый день работаешь без выходных будешь получать 25 то есть спокойно по-разному возможно где-то что-то вы там найдете лучше как правило летом снять жилье это стоит в разы дороже да то есть если допустим зимой квартира может стоить по-разному смотря какая сразу скажу уже прошел то время когда там 15 хотя можно найти мне например тоже предлагали варианты да но это опять вот в сторону сторону орел изумруда что можно там 25 летом и зимой вот ноги так делать или даже можно найти зимой за 15 но летом это будет 60 квартир или даже 90 стоит и не будет там мега ремонта я вам честно скажу пусть это будет просто просто квартира да со старым столом со старым диваном и так далее и скажете вы такая зачем же тогда зачем тут жить ну наверное ради того что тут хороший климат я устала от зимой я сразу здесь вписалась мне как-то все тут родное хотя я говорю родом из латвии но много где жила мне как-то вот я здесь себя чувствую гармонично но сразу говорю что очень многие и мне вначале было на погоду тяжело и сейчас бывает такое что идет там циклон или смена допустим не в 25 вечером раз и плюс 10 и начинает сильно болеть кружится голова а так целом но чем тут заниматься если у вас есть какая-то стабильная работа или там удален когда то есть и главное ищите что было хороший интернет я сталкивалась с тем что интернета может вообще быть в каком-то месте не быть да то можно ничего не делать ходить гулять на море покупать фрукты продукты но еще раз говорю что они не будут стоить прям совсем дешево это по сравнению с севером да но так если опять же смотря что да недавно сибиряками познакомилась они мне говорят ну как что я говорю классно ну например в лазаревском и там нашла магазин где мясо до свежие она не воняет ничего но допустим вот курицу да этом покупаю домашнюю целиковую то есть и бывает по разному 800 тысячу заплатить зависимости от веса да то есть это то это не дешево если такую например там можно там не за 400 рублей курицу купить то то есть она не будет стоить 50 рублей конечно же допустим вот те же мандарины да с абхазии которые у нас тут рядом привозят вначале за 50 рублей продаю да хотя у нас саду от было мандарины тоже потом смотришь за 100 рублей продают там ну по-разному то есть цены могут быть разные допустим даже я знаю в кудепсти да кто тоже любит есть там прекрасные прилавки да там свежайшие продукты но там помидоры смотришь они уже там и по 400 по 500 рублей в другом месте идешь там они могут 150 200 рублей стоит ну то есть нужно смотреть очень много на дурака сделано очень много и тоже не всегда как говорится кто-то ведется что там дешевое пиво дешевые там какие-то закуски надо все смотреть я бы не советовала что вот хватать все что как говорится плохо лежит иногда это может очень даже быть нехорошо да то есть качество разное опять же допустим лето много туристов столовые как правило стараются и неплохо делать но иногда тоже не забывайте что людей много может быть душно что сломалась повара разные надо смотреть ну например на той же меритинке где там могу пойти в ресторан еще куда-то там конечно старается большая конкуренция но цены там не маленькие то есть ходить ресторан она одного человека по-разному скажем так от качества ресторана от 3 до 10 тысяч можно оставить то есть ты не поешь там на 500 рублей если это столовая да можно как правило там 1 2 4 там компот там но дашь ты тысячи чем-то да там 1200 если совсем скромно да можно взять там эту котлету первый салат естественно это можно и дешевле поесть ну то есть можно по-разному кстати отдыхать и по-разному жить то есть можно найти комнату мне например были люди ознакомилась они находили комнату на голубых далее в том году за 500 рублей но там жило десять человек ребята да но они там что-то работали это один момент но не каждый же так будет дожить опять же тут у нас хозяева не дураки они не пустят вас вы можете приехать там вы там и трое детей до с мужем и с сестру и с братом там они посчитают каждого человека и за каждого возьмут плату за каждый день то есть определенную пола плату то есть это не будет стоить чтобы там пятерку заплатили да за всех всю толпу по-разному конечно навсегда договариваться узнавать и так далее иногда они говорят что вот эта квартира допустим до трех человек стоит допустим образно 5000 но это может и больше смотря какой месяц июль самый дорогой зимой понятно что эта квартира может быть там стоит 25 ну и тут очень всегда скрупулезно почему наверное мне этот дом нравится но конечно мне тоже спрашивали с кем я тут как я тут буду начальному целом потом просто говорят если будет кто-то жить долго с тобой да скажи чтобы мы знали да кто это что это так далее вот так вот поэтому тут все очень по-разному бывает многие люди приезжают какое-то время живут и не выдерживают в плане финансово кто-то по погоде не выдерживает кто-то не по менталитету не выдерживает потому что есть разные места кто-то говорит очень много армян на самом деле есть очень даже милые люди до которые то есть если прям с ними не обязательно да там дружить семьями то есть если ты с ними в допустим как у меня тут магазин до продавец-продавщица они мне еду привозят и спасибо пожалуйста даже компотик иногда дарят и там покупаю но опять же поняла себе это мало до заказывала возможно они бы может мне не привозили до чего-то как-то там что-то ну то есть по-разному бывает по-разному мне тут жизнь нравится уезжать я хотела как бы в латвию до к себе на родину но так как случился коронавирус потом еще что-то сработает там сложно ну пока вот я не едут пока я здесь но в целом все неплохо что касаемо то есть работа да то есть моя основная деятельность все-таки это эзотерическая деятельность так как я этим уже много лет профессионально занимаюсь у меня родовой дар но параллельно еще можно сказать как хобби несколько заработок я веду разные тренировки по колонетике фитнесу по юге не очень большая активность людям лень ходить если бы их пригласила на чачу они бы с большой охоты пришли а идти заниматься им лень поэтому немножко вот это грустно да по медитациям прочим вещам тоже такая же картина ходят те кто понимает но опять же как они говорят мы летом пахали всю зиму они вот как правило то есть летом они зарабатывают в сезон а потом они всю зиму спят отдыхают там едят и прочее и летом очень многие сдают снимают а потом сдают в гостинице допустим там 10 номеров и так далее есть люди которые не хотят этим заниматься по стоимость там по-разному я знаю что в среднем от миллиона и выше да то есть там несколько номер очков они их сдают но это тоже надо в этом соображать вроде там и клиентура там уже есть который есть да но тоже свои тонкости а что еще по-разному да то есть народ по-разному приспосабливается конечно 90 еще процентов риэлторами работает но я можно сказать так вне вне офиса да где-то что-то сама где-то что-то конечно взаимодействует но у меня нет времени чтобы там сидеть днем и ночью где-то в офисе потому что моя основная деятельность все-таки гармонизация да то есть проводить разные практики обряды медитации похода а кому интересно я провожу века походы к маршруты сеанс сеансы по прошлым жизням по регрессии то есть я заканчивала действительно очень таки серьезное заведение также есть да что еще вроде бы я все сказала вы пишите свои задавайте вопросы но по поводу вот именно каркасного домика я честно скажу что даже у себя да вот где мне есть в лазаревском да там угодье так сказать там допустим в одном месте старенький домик еще одно место я брала там ничего не строила у родителей из домик то я все-таки хочу каркасный домик поставить потому что чтоб голова не болела и не переживая да что там мало ли какое наводнение мало ли что-то куда-то уедет почва да там ну не дай бог или даже ничего не увидит но действительно пойдет какой-нибудь там вода вода а это самое безопасное буду знать что со мной все в порядке что не поведет этот фундамент то мало ли что-то будет трясти поэтому друзья вот основная до тема разговор от которая ушла именно такие домики рекомендую конечно возможно мне сейчас советуют говорят там рядом цементный завод здесь недалеко можно как бы сделать чтобы там и фундамент тебе залили но я не очень хочу это и время это не дешево ну и как бы какой в этом смысл тоже непонятно то есть понятное дело что люди на века до строят но тут с очень нет в этом необходимости тут нет таких морозов тут нет но нет многих моментов до которые нужны где-то на севере в сибири и так далее то есть тут наоборот чем легче тем проще соответственно такие дома они хорошо проветриваются летом конечно но все же не нагревается хорошо да летом конечно же жарко да ничего не скажу но опять же говорю минусы по швам да потом панорамные вот эти окна до пола тоже вниз начинает сильно вот потеть мне это тоже не нравится потеть да там или когда дождь идет что-то может затекать я для себя сделал выводы что я например буду если окна делать все-таки хотя бы до половины мебель мне очень нравится не считая вот этого шкафа который на голову падал то есть из дерева до что еще тут но все в общем то продумано пространство небольшое мне кажется нету 42 квадратов но в целом классно очень нравится вот эта конфигурация со светом если говорить про мой домик очень много как я обычно дал себя в квартире тоже делала то есть один другой свет то есть я вот здесь читаю книгу я включила большой свет выключила срегулировала и получается вот такой вот игра со светом то есть глаза он может не гореть очень удобно ну а так а в целом когда если вы одна один или семья да там без животных без детей то честно скажу можно снять классную квартиру в центре сочи и не будет никаких проблем но опять же если вы хотите выйти там на террасу если вы хотите там чтобы там с котенком с ребенком животными то конечно тогда уже такие варианты смотреть но опять же тут тоже да если заезжает заезжает уже надолго вот такой получился мне рассказ мне конечно летом нравится в лес ходить но опять же кстати что я не рассказал тут везде из змеи об этом у нас тоже сильно не говорят поэтому в носках мне приходится дох и либо в носках но я обычно хожу в резиновых собак сапогах даже на меня когда вот смотрят да странная кончу страшно потому что змеи не маленькие они вроде там не ядовитые но разные она меня там не говорит ядовитые или нет и то есть ты идешь и по лесу и по лужайке бы видимо поэтому они косят то есть много разных змей но их ловит кошки часто мелких да и поэтому я хожу в сапогах также могут быть разные клещи вроде как энцефалит ников нет он тоже если идешь футболки да то есть вроде бы вот оно все есть но тоже могут включить много шакалов медведи могут быть дальше если в лес пойти но как правило но особо не не встречал шакала по ночам будет летает филины было какие-то орлы летают еноты могут прибегать любой район сочи и шакала то есть там дербанить пакеты на ночь надо своих животных загонять чтобы тоже да никто их не утащил есть вот такие вот нюансы по живности некоторыми тут писали кого-то они тут жалели как будто у кого-то тут гнали шакала то ли уже забыла кого но к тому что на самом деле никто никого тут не обижает но надо быть внимательным то есть ночью в лес я бы не ходила хотя хожу по работе бывает тоже ну радует то что есть бассейн летом я уже сказал да но могут быть посторонние люди с которыми ты не хочешь на вместе проводить время то есть они разного плана абсолютно но опять же радует что они все-таки к тебе могут что-то попросить но не пойдут в гости без твоего ведома если ты закроешь дом но я бывает закрывают не закрываю очень классно мне нравится время когда уже апрель-май да и потом уже когда где-то вот октябрь то есть такой уже дох нет жары и в то же время вот к лету еще вот вот тепло появляется а осенью еще есть тепло но естественно зима бывает очень тяжелая в плане что эти дожди льют и льют то есть не конечно тоже я жила это не очень хорошо но когда льют вот без остановки ты не пойдешь гулять по снежку можно погулять а тут ветер и гром молния как правило сопровождается то есть будет прямо так жестко да вот таким вот образом но тут очень много творческих людей которые тоже там рисуют еще что-то но не факт что это будет всем интересно и честно скажу что тут народ заточен под отдых это курорт в основном тут интересует еще раз говорю там чаще вино и прочая ерунда как я считаю да там можно сходить куда-то погулять но естественно из-за чего до всех подкупает сучь подкупает климат подкупает вечное лето хочешь увидеть снег пожалуйста вот тут мне 20 минут и ты на красной поляне ну тоже можно внизу там совершенно бесплатно погулять поснимать но если хочешь ехать на подъемник то это тоже все стоит деньги по-разному смотря какая высота но от 1000 чем-то и и туда 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 там несколько разных точек до для отдыха много разных гостиниц все это стоит деньги а поэтому что тут сказать нужно зарабатывать деньги любить себя и тогда все очень классно но если вы на эконом режиме то тоже есть альтернативы то есть можно зимой снять даже какую-то гостиницу это будет дешево стоит относительно да то есть поискать какую-то комнату если вы один одна какую-то квартиру но насчет лета тут уже другой вопрос летом как правило люди вообще уезжая да даже я знаю что тут краснодар кто-то под кубани уезжает потому что здесь ценники такие что не могут найти что-то такое недорогое всех благодарю за просмотр напишите свои вопросы ваше мнение стоит не стоит жить сочи хорошо ли там своем доме в чужом доме с фундаментом без фундамента как бы вы стали жить еще раз говорю если здесь построить огромный капитальный дом он не будет нагреваться да то есть может быть вообще таким ледяным да хотя в принципе есть скрипича строить дома а здесь смотришь на дерево в общем-то солнышко и оно нагревается внутри а снаружи тоже нагревается но летом это не плюс конечно всех обнимаю всех люблю напишите еще какие темы бы были интересны но еще раз говорю если касаемо недвижимости я персонально уже то есть у меня такая работа еще дополнительно подбирая под конкретного человека под ваш запрос вариант чтобы это был нормальный район проверяя документы проверяю энергетику смотрю как у вас там вот сопоставимость если вы там будете жить и тогда уже что-то можно либо просто взять консультации также я психологические веду консультации с картами работаю смотрю да то есть прогнозы судьбы и прочее но такой вот широкий спектр времени к сожалению не всегда хватает я этот эфир давно до хотела записать потому что каждый день вопросы это ваш дом а почему вы не посадили пальмы а почему у вас там цветы в горшках а почему то почему все я решила уже сделать такое большое видео рассказать обо всем и своей жизни еще наверное так вкратце скажу тогда что я еще раз я живу на два города в лазаревском и в адлере так так сложилось мы жили все в адлере но получилось так потому что родители с ребенком живут там и я тоже то мы вместе там живем то когда не было школы ребенок со мной жил туда-сюда мы мотались да сейчас в первый класс пошел то я там то у него каникул он здесь но так как у меня бывает такая работа что я прям вот так сказать могу днем и ночью те же какие-то работы обряды проводить воском отливать но как есть так и будем до своим языком это называть то естественно я тут уединяюсь вот допустим сейчас несколько дней я просто вот делаю свою работу наполняясь энергии потом хожу гуляю что-то делаю потом еду обратно да так у меня получается потому что там естественно ну в квартире тоже что-то провожу на чашах играю практики провожу но тут очень хорошо для таких людей чтобы ничего не отвлекало не мешало это как раз вот варианта для меня а тогда можно сесть на такси поехать погулять по эмеретинке летом искупаться в море хотя и зимой купаюсь но сейчас пока не купаюсь да то есть все таки холодные ветра тоже ничего хорошего что у нас тут очень красивая природа куда ни глянь правда очень конечно много деревьев природы вырубает там убирает и речки все эти опустошает есть такие места но что делать к сожалению есть такое дело есть места который сохраняется от рядом вот этот лес да очень много мест когда на национальный парк залазит либо потом делаю да то есть говорят там это вроде был нацпарк его там подвинули передвинули но вот этих вот нюансов с покупкой земли то надо быть осторожным кому интересно обращайтесь естественно все вот эти минусы которые перечислила закрывает большой плюс это лето круглый год это красота вокруг то есть ты выходишь и уже забываешь про какие-то моменты то есть одно время когда я говорю жила на севере о смотришь в окно что там серость грязь и собачьи какашки да тут смотришь в окно даже сейчас что зеленая трава пальмы и горный воздух и просто рай ну как есть говорю во всяком случае кто захочет переехать либо как-то получить рекомендации да у меня есть платная консультация как говорится время деньги да то есть свое время очень ценю хотя для вас стараюсь делать обзорчики чтобы вы тоже посмотрели какие у нас места интересные то обращайтесь то есть я уже дам конкретную такую консультацию рекомендацию то что не нельзя то сказать там на все услышание то есть какие-то вещи расскажу порекомендую опять же можно экономно отдыхать да возможно я у себя тоже что-то где-то построю потом на своих до участках и какие-то варианты будут тоже предоставлять пока как бы других еще много до отдел заботы и не успеваю счету эту эту так что будет видно что там будет в принципе в каких местах каких районах отдыхать я думаю тоже сделаю отдельный обзорчики мы с вами поговорим напишите тоже кто где отдыхал кто куда собирается и потом может быть возьмем какую-то тему например что лучше отдыхать гостиницы или отдыхать там квартире или в гостевом доме в каком районе чем плюсы-минусы то есть об этом тоже поболтаем получился такой длительный эфир но просили меня об этом я об этом говорю спать здесь конечно очень классно спать в деревянном доме хоть он и снаружи да не деревянная в целом деревянных это конечно рай то есть ты спишь ты высыпаешься ты просыпаешься счастливы ты ложишься счастливы и в общем-то это очень и очень здорово сейчас так вообще да у нас тут тишина не знаю ли кто куда ли на работах или кто-то куда уехал и полная гармония и я люблю жить тишине мне когда многие спрашивают в артишь такая веселая активная говорю да но я люблю жить и спать тишине а поехать куда-то там погулять музыку послушать там какое-то мероприятие ресторан сходить это да опять же мне нравится что здесь очень классные рестораны классный кафе спа комплексы то есть можно куда-то в баню поехать но опять же тут конечно нужны деньги где-то больше где-то меньше ну тоже все это при огромном желании друзья главное желать главное мечтать если вы чего-то хотите я еще раз говорю вас обязательно это получится нужно план стратегию как это было моем случае я тоже очень долго боялась переезжать думаю на что этот буду жить как я тут буду жить так далее но когда ты четко знаешь чего ты хочешь то соответственно твоя жизнь начинает выстраиваться я в этом как раз людям и помогаю мне очень много людей из которой переехали кто-то не скрою в калининград а кто-то вот в сочи есть и те кто в кисловодске и в общем то я их так сказать пошагово провела их поддержала я их так сказать энергетически помогла потому что у меня действительно такие практики и в местах силы тут очень много кстати мест с дольменами которые тоже очень мощные и соответственно у всех все получилось напишите обязательно пожалуйста из какого вы города были ли вы хоть раз в сочи в адлере в лазаревском вообще на черном море или только мечтаете или планируете переезд или думаете о переезде кто хочет квартиру брать у кого-то из квартиры или дом участок в каком районе ну в общем поделитесь напишите пожалуйста мне будет очень приятно и полезно зрителям всех благодарю за просмотр и люблю вас дорогие кто еще не подписан подписывайтесь на канал и до новых встреч до свидания